Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. И мы продолжаем разговор о тесте сонди и о таком явлении, как воровство. Определенная разновидность социопатии, или, говоря устаревшим языком, устаревшим понятием психопатия. На ваших экранах вы сейчас видите, каждый из этих людей по определению является социопатом. То есть, здесь ряд людей из теста сонди. Такие вот они, фотографии перерисованы в рисунке. И, соответственно, ряд реальных людей города Новоуральска. Соответственно, у каждого из них есть свое имя. Есть та сумма, которую они украли. То есть, речь идет о том, что эти люди имеют определенное свойство личности, вернее, несформированность определенных свойств личности, которые позволяют им совершать противоправные поступки. Таких людей очень много. И самое интересное, на мой взгляд, что их характеризует внешне, когда вот заходит, да, пациент в кабинет, и мы смотрим его мимику, жесты, движения какие-то, они все очень милы и добры, приятны в общении. Нет никого приятней, нежели в общении, нежели вора на доверии. Вот здесь вот выделено это красненьким. То есть, все эти люди, они в своей деятельности, в своей жизни, в основе, я уже, как сказал, отсутствуют определенные нравственные, морально-этические нормы, не усвоенные ими с детства. Ну и, соответственно, это, тем не менее, позволяет им выступать в роли воров на доверии. То есть, они вызывают к себе очень приятные такие вот ощущения, как людей честных, открытых, отзывчивых, добрых, умных, красивых. Обратите внимание, насколько они красивы. Вот последняя фотография, некий Петр, значит, чрезвычайно приятный в общении человек. Да и вообще обо всех о них можно сказать, что они очень приятные люди во всех отношениях. То есть, в общении с ними доставляет поистине удовольствие. То есть, они веселые, открытые, откровенные, кажется, на первый взгляд. И они, значит, вызывают доверие у человека, общающегося с ним. Это их основная, так скажем, ипостась. Это их основное оружие, можно сказать. Они не тренируют, ну, кто-то осознанно, кто-то неосознанно создает о себе представление, как о человеке, очень добрым, умным, красивым, отзывчивым. Все без исключения. И хочу сказать, что вообще в основе, в основе, значит, как такового явления воровства на доверии лежит три основных характеристики. Это не мной придумано, это опять же в науке. Откройте википедию, почитайте определение слова, значит, доверие. Доверие, это все в открытом доступе, в интернете. И доверие как таковое, тут имеется в виду, конечно, в этом видео, как негативное явление, да, то есть воровство на доверии, оно характеризуется тремя основными терминами. Здесь вот они приведены. Первое, это открытость этих людей. Ну, собственно, я сейчас повторяюсь, перечисляю то же самое, о чем уже сказал. Это открытость, они выглядят людьми открытыми, людьми верными, то есть которым можно довериться, и уверенность в порядочности их характеризует. То есть они вызывают чувство отношения к ним, как к людям открытым, верным и порядочным. Вот эти три характеристики фактически лежат в основе явления, которое мы называем воровством на доверии. Очень приятные люди во всех отношениях. Повторюсь еще раз, не побоюсь этого слова, чтобы вы, уважаемые видео слушатели, увидели, поняли это все. Я уверен, что если вы задумаетесь буквально на несколько секунд, вы в своей жизни вспомните, найдете в своей памяти таких людей, которые в конечном итоге совершали какие-то неблаговидные поступки, воровство, возможно, да, или еще какие-то социально неблагополучные вещи совершали, неприятные вещи в основе всех их характеров. То есть это что такое? Можно подумать, что они имеют такие свойства личности, как открытость, верность, уверенность и в порядочности. То есть открытость, верность, порядочность. Вот что их характеризует. Удивительная вещь. То есть их свойства личности – это открытость, верность и порядочность. Но я уже говорил об этом, я очень люблю эту поговорку. Цыплят по осени считают. В итоге, в конечном итоге, когда состоялось какое-то общение, взаимодействие, разговор, действие, взаимодействие, бизнес, работа, что угодно. Как угодно это можно назвать. Одним словом, какие-то социальные контакты с такими людьми происходят. В этом случае, в конечном итоге, заканчивается все очень плачевно. Ну, в данном случае речь идет о воровстве, как следствии болезненного состояния этих людей, а именно социопатии. В этом надо разбираться. Ганнушкин выделяет 14 видов психопатии. По старинке он пишет о психопатиях. Сейчас это называется социопатиями. Некоторые авторы выделяют в работах же Ганнушкина не 14, а 16 видов психопатии. Но неважно. Одним словом, что эти люди, на самом деле, внешне, проявляя себя как люди открытые, верные, порядочные, на самом деле, таковыми не являются. А деле судят по результатам. То, чем заканчивается взаимодействие с ними, всегда имеет негативную окраску, негативный итог, негативный выход. И это очень интересно. Свойства личности, открытость, верность, порядочность трансформируются в социальном плане. Но это внешне, наносное, то есть наигранное у этих людей, я так думаю, я уверен в этом. Оно трансформируется в воровство, в такое явление, как воровство на доверии. Это чрезвычайно интересная тема, требующая своего изучения, анализа, исследований. Это очень интересно. Собственно, на этом все. Если будут какие-то вопросы, задавайте под этим видео, пишите мне на WhatsApp, присылайте свои истории, это будет очень интересно. Может быть, кто-то даже видео сможет снять, рассказав о каком-то человеке из своей жизни. Это требует своего изучения, научного подхода, стремления понять и осознать этот достаточно непростой, нетривиальный факт нашей общей жизни. На этом все. Благодарю вас за внимание и удачи вам.